МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Олега Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. И снова повышение. Насколько и когда вырастут тарифы на ЖКУ? 6 миллионов утекли в трубу. Прокуратура Ноябрьска обнаружила нарушение в расходовании бюджетных средств. И зажигаем свечи. Ноябрьск присоединится к акции свеча памяти. Коммунальные услуги подорожают. С 1 июля нас ждет повышение тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и отопления. Согласно решению окружного департамента цен и тарифов, стоимость кубометра холодной воды для населения вырастет почти на 2,5 рубля и составит 26 рублей 8 копеек. Примерно настолько же вырастет плата за стоки. Один куб обойдется в 37 рублей 64 копейки. А вот услуги по горячему водоснабжению станут дороже сразу на 7 рублей. За каждый кубический метр горячей воды придется платить более 98 рублей. Заметнее всего поднимутся тарифы на отопление. Одна гигакалория подорожает сразу на 62 рубля и обойдется простому потребителю в 1 204 рубля. Прокуратура Ноябрьска обнаружила нарушение в расходовании бюджетных средств. Выяснилось, что в мае прошлого года дирекция муниципального заказа заключила контракт с фирмой «Гелиос» на проведение капремонта сетей тепловодоснабжения в центре города от городского фонтана через площадь памяти по улице Ленина. Стоимость контракта превысила 46 миллионов рублей. Однако во время осмотра указанных сетей было установлено, что подрядчик использовал бэушные материалы. Помимо этого, многие тарифы по контракту были завышены, а часть работ не выполнена вовсе. Таким образом, из бюджета Ноябрьска похищено свыше 6 миллионов рублей. По факту, мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ГОСТРОИ утвердит единые стандарты раскрытия информации в жилищной отрасли. Управляющие компании обяжут обнародовать информацию о характеристиках коммунальных систем. Это позволит точнее просчитать стоимость капремонта. Приказ о единой форме предоставления информации сейчас проходит согласование в ведомствах. С помощью открытых данных собственники смогут проверить, куда идут их деньги. В Энергогаз Ноябрьске выбирают лучшего электромонтера. В списке номинантов на такое почетное звание 7 человек. Это работники двух цехов предприятия. Внешнего электроснабжения, которые занимаются обслуживанием городских сетей. И цех электрообеспечивания, в ведомстве которого непосредственно само предприятие. На одном из этапов конкурса профмастерства побывала и наша съемочная группа. Проверить свои профессиональные навыки в непривычных условиях под строгим контролем компетентных судей, в числе которых и главный инженер предприятия такой возможностью не применули воспользоваться 7 электромонтеров. Один из смельчаков Рустам Кулачев на теоретическом этапе, а это проверка знаний техники безопасности, признается молодой человек, ответить удалось не на все вопросы. А вот с этим практическим заданием, где на время, опять же соблюдая правила безопасности, необходимо собрать схему электропуска реверсивного двигателя, Рустам справился хорошо. Вращение в одну сторону. Вращение в другую сторону. Урень сложности был средний примерно, считаю. Не так уж и сильно сложно, но надо подумать при сборке схемы, там есть свои нюансы, ошибиться, а то получается, что схема не соберется. Лампочка вторая загорелась, не сразу же. Что почувствовали из-за этого момента? Ну, что контакт где-то плохой. В сборке схемы я не сомневался. Его время 26 минут 35 секунд, но не всем удается справиться с волнением. Обстановка как на экзамене, а значит и в подбросает, и руки дрожат. Мужчины, которые без особого труда на улице в мороз ремонтируют электрические кабели, в условиях конкурса начинают теряться. У соперника Рустама одна из лампочек так и не загорелась. Обслуживаем полностью городские электрические, полностью электроснабжение всего города. Это очистные, водозабор, больничный комплекс, у нас сети туда заходят. Сейчас очень много строительных работ происходит в городе. И бывает, что строительные организации не согласовывают с нами земляные работы. И получается порыв кабелей, отключение микрорайонов. Бывает, что по ихней вине мы восстанавливаем. На лампочке кончики делал крючки. Или так просто крючки на лампочке. Как ты сделаешь, там гайка и шайбочка. Начнешь что-нибудь хитрить, тебя же замудрить, но ничего не получится. Хорошо, ладно. Поставил метод по дедушкам. Начальник цеха внешнего электроснабжения Олег Ширяев, один из судей конкурса, участие своих подчиненных оценивает хорошо. Закончится конкурс, будем проводить работу над ошибками, будем работать больше с теорией, кто по практике, тоже по практике будем заниматься. Итоги конкурса профмастерства подведены будут завтра, после заключительного испытания. Но уже известно, что победитель получит премию в 15 тысяч рублей. Обладатели второго и третьего места по 10 и 7 тысяч соответственно. Кроме этого, свой вклад в виде призов подготовила и профсоюзная организация «Энергогаз Ноябрьска». Они пообещали поощрить всех без исключения конкурсантов, электромонтеров. Ирина Потехина, Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города. Далее, коротко о том, что на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Ни для кого не секрет, что не все готовы пять лет своей жизни грызть гранит науки, слушать лекции и сдавать сессии. Поэтому многие предпочитают самый легкий вариант – купить диплом. Историю о том, как корреспондент СН пытался купить у мошенников поддельный документ через интернет, читайте на шестой странице номера. Чтобы управлять велосипедом, права получать не нужно, поэтому мало кто задумывается о том, что прежде чем выехать в город, необходимо ознакомиться с соответствующим разделом ПДД. Как перестать пугать пешеходов и нервировать водителей, читайте на седьмой странице газеты. Сегодня Арктика – это не только безмолвный край сверкающих льдов, но и центр внимания многих стран мира. Как известно, ключевая роль в развитии арктической зоны отводится Ямалоненецкому автономному округу. На девятой странице номера читайте репортаж из очередной экспедиции на остров Белый, где волонтеры проводят генеральную уборку. В ноябрьске осудили извращенца. По информации окружной прокуратуры, молодой человек работал в одном из городских магазинов. Зная, что в служебном помещении сотрудницы магазина переодеваются, он установил в раздевалке веб-камеру и соединил ее с ноутбуком. Весь процесс он записывал, после чего создавал видеофайлы интимного характера. Накануне суд вынес наказание мужчине в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 10% ежемесячно в доход государства. Так и не поняли, что произошло. Водитель Лады, 15-й модели и его пассажир накануне вечером ехали по изыскателям, но удачно повернуть на Шевченко у них не получилось. По всей видимости, водитель не справился с управлением и водитель вылетел в кювет, сбив при этом ограждение. По словам очевидцев аварии, оба мужчины были пьяны. Сами же виновники ДТП уверяют, что дело совсем в другом. Им просто помешала встречная машина. Мы ехали так, машина выезжала туда. Человек пытался тормознуть, притормозил, машина уехала туда, а мы поймали в топе. И получилось, хорошо, что мы еще живые. Госдума все-таки не будет вводить мораторий на использование мопедов и скутеров. Ранее ссылаясь на газету «Известия», мы сообщали о том, что в России может быть введен мораторий на использование мопедов до вступления в силу закона, обязывающего получать права на управление ими. Однако сегодня в СМИ появилась информация о том, что до ноября 2013 года водители мопедов будут действовать по тем правилам, которые существуют в настоящее время. Эксперты прогнозируют увеличение табачной контрабанды. В рамках борьбы с курением правительство подготовило новый законопроект об увеличении цен на акции за сигарет. Если сегодня на заседании правительства закон будет принят, то к 2014 году стоимость пачки сигарет вырастет на 50%, а значит цены станут еще больше. Средняя стоимость одной пачки сигарет составит около 240 рублей. Потребительская корзина на Ямале потяжелела. Депутаты окружного парламента утвердили и ее новый состав. Итак, в корзине стало больше фруктов и овощей, мяса и рыбы, молока и яиц. Количество жиров, хлеба и картофеля напротив, уменьшилось. В денежном выражении потребительская корзина увеличилась для трудоспособного населения на 617 рублей, для пенсионеров на 983, для детей на 1093 рубля. Больше фруктов, овощей и мяса стало в корзинах пенсионеров и детей. Для юных ямальцев количество фруктов увеличили почти на 74 килограмма. Теперь норма составляет чуть больше 125 килограммов в год. Вместе с тем, количество потребления хлебобулочных изделий для детей снижено на 11 килограммов, картофеля на 37 килограммов, жиров на 3,7 килограмм. В российских вузах комиссии сегодня начали прием документов от абитуриентов для зачисления на первый курс. В этом году на бюджетные места смогут поступить почти 500 тысяч выпускников школ. Приемная кампания продлится до 25 июля. В этом году действует прежний порядок приема в университеты. Так вузы могут принимать абитуриентов как по результатам ЕГЭ, так и на основании собственных вступительных испытаний. Если такое, право есть в образовательном учреждении. Право зачисления вне конкурса имеют победители и призеры всероссийских школьных олимпиад, лица с ограниченными возможностями здоровья и ряд других категорий. Однако воспользоваться льготой они могут лишь на одно направление подготовки, прием на остальные по общему конкурсу. Добавлю, на Ямале бесплатно учиться в 11 вузах страны смогут около 90 выпускников. И последнее. Ноябрьск присоединится к акции «Свеча памяти». В ней участвуют более 100 городов России, Украины, Белоруссии и других стран бывшего союза. Пройдет она в День памяти и скорби 22 июня. В шествии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации города, студенчества, предприниматели и общественники. Шествие начнется в 4 часа утра у здания администрации города и завершится на площади памяти. Прогноз погоды через несколько секунд. А у меня на этом все. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Партнер программы магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» надежный ориентир. 21 июня в Салехарде облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, температура 11 градусов выше нуля. В Муравленко пасмурно, возможен дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура 15 градусов тепла. В ноябрьске облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура плюс 19 градусов. Температура 5 будет – под hacer Sukk's? Liberty.